Всем добрый день! Приветствую вас на моем канале! Сегодня мы будем готовить сырники с априкосами. Сырники я готовлю без муки, вместо нее я использую манку. И если вы хоть раз в жизни готовили сырники, то вы, наверное, понимаете, что никаких здесь четких пропорций быть, ну, никак не может. В данном рецепте нужно отталкиваться от консистенции творога. У меня сейчас есть 700 грамм домашнего творога, и я вам покажу то количество ингредиентов, которые я добавляю всегда. На это количество они четко идут у меня по списку, независимо от консистенции творога. И манку я добавляю в самом конце, и тут уже все на глаз. Манку я добавляю до тех пор, пока не получаю ту консистенцию творожной массы, которая мне нужна. То есть, по количеству манки здесь вы уже регулируйте сами, смотрите на консистенцию творога, замешивайте тесто, смотрите на консистенцию творожного теста, которое получается, и манку уже добавляйте в конце. Сколько у вас уйдет, столько и добавляйте. Итак, здесь у меня 700 грамм творога. Манка нам нужна, она нужна и в тесто, и для того, чтобы обваливать наши сырнички. Три яйца, сахар, конечно же, по вкусу. Здесь у меня 7 столовых ложек. Абрикосы и ванильный ароматизатор. Абрикосов можно, конечно же, брать сколько угодно, но много брать тоже не стоит, поскольку сырники будут разваливаться. И начинаем готовить наше творожное тесто. Сразу в миску помещаем творог, яйца и сахар, а также добавляем ваниль. И разминаем все это до однородности. Теперь нам при помощи манки нужно довести это сырное тесто до такой консистенции, при которой можно будет спокойно лепить сырнички. То есть добавляем по 1-2 столовые ложки, перемешиваем, смотрим на консистенцию или добавляем еще, либо уже хватит. Вот сейчас я по консистенции вижу, что нужно бы добавить еще пару столовых ложек, может быть даже немножко больше. Теперь смотрите, как проверить, готово ли тесто или нет. Набирайте просто чуть-чуть теста. Если вы можете сформировать уже нормальный сырник, который не разваливается, вот видите, это нормальная консистенция. То есть вы можете сырник держать в руках, вы сможете его легко обваливать в манке и он не будет разваливаться, то значит уже манки добавлять достаточно. Если у вас попался какой-то жидкий творог, недостаточно жирный, добавляйте манку до тех пор, пока не добьетесь той консистенции, которая вам нужна. В любом случае, обычно никогда очень много манки не уходит, если взять нормальный качественный творог. Пока отставляем это сырное тесто в сторонку и будем добавлять сюда абрикосы. Абрикосы у нас должны быть, конечно же, уже чистыми и сухими. Нарезаем какими-нибудь небольшими кусочками, в общем, такими, как вам удобно. И добавляем в тесто. В дальнейшем тесто уже лучше замешивать ложкой или лопаткой. Вот всего на это количество творога я добавила 14 абрикосинок. Ну, вы видели, они у меня не крупные, поэтому если у вас крупные, классные абрикосы, то можно добавить поменьше, лучше добавлять. А если у вас абрикосы еще меньше, то добавляйте побольше. Вот такое получается творожное тесто. И будем сейчас уже формировать наши сырнички и жарить их. На самом деле это творожное тесто уже и так очень вкусное. Я бы его и так скушала, но дети просят сырнички. Поэтому будем жарить. В какую-нибудь миску насыпаем немного манки, набираем тесто в руку и формируем сырнички. Возможно, вам будет удобно формировать сырники слегка влажными руками. Так тоже можно. Формируем и обваливаем их в манки. Выкладывать можно либо сразу на сковородку, либо на какую-нибудь досточку, а потом уже с досточки на сковородку жарить. В общем, делайте так, как вам удобно. Если у вас не получается сразу быстро лепить сырники и одновременно жарить, то лучше налепите на досточку и потом уже переходите к жарке. Огонь при жарке я обычно делаю чуть ниже среднего и обязательно накрываю крышкой. Так они лучше прожариваются. Обжариваем до коричневой корочки и снимаем. Вот такие получаются румяные красавцы. Там у меня последняя партия еще дожаривается. Это именно они шкварчат на заднем плане. И сейчас я разрежу вам парочку из них и покажу вам, какие они получаются внутри. Эти сырники, ну, впрочем, как и любые другие, можно подавать и в горячем виде, и в остывшем. Лично мне они нравятся еще на следующий день, когда они уже полежат у меня в холодильнике. Так получается даже вкусней. И очень мне нравится, когда чуть-чуть полить сверху шоколадом темным. Слегка напоминает такой вот магазинный сырок с курагой. Очень классный рецепт. Люблю его за простоту, за быстроту и за универсальность. Поскольку по этому рецепту можно приготовить не только вот такие вот сырнички, но и запеканку. Если это творожное тесто, запихать в форму и в духовочку минут на 40. Получится тоже очень классно и вкусненько. Сейчас разрежем парочку и посмотрим, какие они внутри. А вам спасибо за просмотр. Обязательно попробуйте приготовить. И до новых встреч!